всем привет друзья по вашим просьбам сегодня торт прага но покажу не стандартный рецепт от тот который мне действительно нравится у него насыщенный шоколадный вкус влажные коржи он совсем не приторный с приятной кислинкой абрикосового джема кстати если вы цените нормальное название роликов поставьте лайк мне будет очень приятно начнем с бисквита на кипятке с ним торт гораздо вкуснее отдельно смешиваю муку какао его лучше просеять чтобы не было комочков соль и разрыхлитель если мука у вас долго лежала ее тоже лучше просеять в большую чашу кладу два крупных яйца комнатной температуры и начиная взбивать постепенно добавляя сахар в три захода количество сахара в этом рецепте не убавляйте взбиваю на высокой скорости несколько минут просто до пышной светлой массы очень долго взбивать как на классический бисквит здесь не нужно вливаю растительное масло без запаха и привкуса молоко комнатной температуры ванильный экстракт если используете ванильный сахар его можно добавить в начале вместе с обычным сахаром недолго перемешиваю всыпаю сухие ингредиенты все сразу перемешиваю на невысокой скорости до однородного состояния но недолго если будут комочки это нормально теперь вливаю кипяток и также недолго перемешиваю на невысокой скорости таким образом какао заварится и бисквит приобретет насыщенный шоколадный вкус тесто будет жидковатым так и должно быть я буду выпекать в кольце диаметром 18 сантиметров маслом не смазываю дно сделала из фольги чтобы тесто не вытекло можно взять форму 20 сантиметров это максимум но коржи и слой крема будет тоньше выливаю тесто слегка постучу чтобы вышли лишние пузырьки воздуха и ставлю выпекаться в заранее разогретую духовку 170 градусов режим верх-низ без конвекции можно даже поставить 160 так верхушка будет более ровная я выпекала около часа но это зависит от размера формы и вашей духовке можно проверить готовность через 45 минут на палочке не должно быть сырого теста но могут оставаться какие-то крошки это нормально важно не передержать бисквит даю остыть минут 20 форме затем снимаю фольгу аккуратно вырезаю из кольца и даю уже полностью остыть на решетке в идеале его нужно потом обернуть пищевой пленкой убрать в холодильник минимум на час или на ночь так его будет легче разрезать но в это время готовим крем в небольшом сотейнике соединяют два желтка воду сгущенку и ваниль белки здесь не понадобится я их просто замораживают до нужного момента либо добавлю в омлет ставлю на огонь чуть ниже среднего и уваривают до загустения постоянно помешивая в среднем это занимает 5-7 минут но нужно следить если есть термометр то ориентируемся на 82 градуса если нет то смотрим на консистенцию если провести на лопатке след и он не теряет форму то все готово можно пропустить массу через сито чтобы она была более шелковистой затем накрываю пленкой в контакт чтобы не образовывалась корочка и оставляю остыть до комнатной температуры в холодильник не убираю также заранее достаю сливочное масло чтобы к моменту приготовления крема и масло и заварная основа были комнатной температуры это очень важно к маслу добавляю какао и взбиваю сначала на низкой затем на высокой скорости до пышной массы несколько минут затем постепенно по столовой ложке добавляю заварную основу и взбиваю все до однородности чтобы на коржах был одинаковый и равномерный слой крема разделю его на две равные части и уберу в кондитерские мешки просто так удобнее но можно этого и не делать пропитывать коржи я буду не сахарным сиропом а абрикосовой водичкой развожу абрикосовый джем в горячей воде и даю полностью остыть бисквит у меня полежал в холодильнике пару часов верхнюю корочку я срежу затем измельчу и покрою ей бока торта бисквит разрезаю на три одинаковых коржа примерно получается около двух сантиметров каждый самый нижний и ровный корж я положу сверху собираем торт нижний корж можно приклеить к блюду небольшим количеством крема чтобы он не скользил с помощью кисти пропитываю бисквит теперь тонким слоем распределяю абрикосовый джем кладу полную столовую ложку но не все любят джем между коржами и смазывают только торт сверху кстати если у вас варенье они джем можно использовать сироп но тоже разбавив его водой а сами ягоды потом положить сверху чтобы не пачкать торт ницу подложу бумагу для выпечки затем распределяю крем и повторяю все сначала пропитку делю зрительно на три коржа всю я ее не использовала немного осталось прежде чем смазывать весь торт джемом нужно убрать его в холодильник минимум на 30 минут а лучше на час чтобы он схватился и коржи никуда не съезжали а чтобы тортик был ровненький я одену на него кольцо в котором выпекала это может быть бортик от разъемной формы подходящего размера также чтобы крем не приклеился к форме можно обернуть торт бумагой для выпечки или специальной лентой если есть сверху накрою пленкой и в холодильник у меня прошло 40 минут торт хорошо схватился теперь покрывают тонким слоем абрикосового джема он как бы склеить все крошки поверхность станет гладкой и на нее хорошо ляжет глазурь но прежде чем наносить глазурь торт обязательно опять нужно убрать в холодильник минут на 30 чтобы джем застыл если попадаются крупные кусочки ягод лучше их убрать для глазури растапливают темный но не горький шоколад и сливочное масло можно на водяной бане это безопаснее всего или в микроволновке короткими импульсами каждый раз перемешивая шоколад берите вкусный качественный он может быть в плитке или каплях как у меня охлажденный торт поливаем шоколадной глазурью распределяя по бокам для удобства я буду делать это на решетке а остатки глазурью можно собрать плотный пакетик и нанести ее сверху пока глазури не успела полностью застыть покрываем бока крошкой из оставшегося бисквита сверху торт можете украсить на ваше усмотрение в холодильнике храню его только в закрытом виде чтобы не впитывал запахи и не подсыхал перед подачей дайте поставить торту при комнатной температуре примерно 40 минут или час так крем станет более мягким а если есть время и желание можно нарезать торт горячим ножом тогда разрез будет очень ровно нож опускаю в горячую воду и насухо вытираю надеюсь что рецепт вам понравится а все подробности как всегда в описании под видео и